Доброго вам дорогие друзья! Пришлось задержать выход второй части. Причины с вашего позволения я не буду озвучивать, но огромное спасибо за ваше терпение. Если кто пропустил первую часть, советую посмотреть. Ссылка будет в описании. После выхода первой части в личку в ВК поступило немало вопросов. Отлетав на квадрокоптере пару десятков паков и аккумуляторов, уже имею некоторые представления о комплектующих, которые я выбрал. Быстро пройдусь по пунктам. И что можно еще заменить для экономии бюджета? Моторами ИМАКС 2807 1500 кВ я в общем доволен. С 1500 кВ коптер вышел очень бодрый. С тяжелой липобатареей 5С 2700 мАч коптер разгоняется без труда за отметку в 160 км в час. На 6С аккумуляторах разгон просто сумасшедший. 180 км в час до полного сгорания регулятора оборотов. С литий-ионными 2П сборками не первой свежести летают уверенно 25 минут. Для начинающих я бы посоветовал выбрать моторы с оборотом 1300 кВ, что приведет к увеличению полетного времени и обуздает пол квадрокоптера. Подытожив, могу сказать, что моторы ничем не уступают дорогим моторам. Рама. Рама неоднозначная. Расположение лучей ИКСОМ дает преимущество в качестве полета. Но я говорил уже, что смущает ширина лучей. Вроде летает хорошо, но есть чувство незавершенности. Не хватает чего-то. Высота рамы половинчатая. Те винты, что шли в комплекте, не позволяют собрать бутерброд из электроники в три этажа. Пришлось немного колхозить. Докупать винты. Все же, эту раму я не посоветую. На рынке есть клоны более достойные. Тот же клон Геперси Марк 4, где места больше под электронику, что для начинающих не так маловажно. И не париться с продеванием верблюда в игольное ушко. Полетный контроллер Мотек 405 SE. О нем и сказать нечего. Добротный полетник со встроенным баром и датчиком тока. Единственный совет это брать из списка представителей Мотек, что указан на сайте. Или Бангуде. Если не хотите потом писать в группах, что коптер унесло в Китай ветром по вине полетника или прошивки. Регулятор от Тимотор неплохо себя показал. Один из двух, что у меня были, я умудрился сжечь. Конечно, по своей вине, разогнав коптер до предела на батарее, что не предназначено для моторов, рассчитанный под аккумуляторы с напряжением в 5С. Если вы планируете летать только на INAF, то можно сэкономить баксов 20. Взять RSI Star RF35, что вполне надежный и добротный старый регулятор. Приемник ТБС Crossfire Nano. Система LRS от Crossfire не нуждается в рекламе. Хотя, читая в форуме, и на ней народ умудряется терять сигнал рядом с собой. Установив антенны, не весь знает как. На данный момент у конкурентов у этой системы нет для квадрокоптеров. С выходом второй версии, передающего модуля Micro ATX, мы имеем 1 Ватт мощности. Улететь на квадрокоптере на дистанцию обрыва связи очень тяжело. А если все-таки связь пропала, то могу вас поздравить с новым рекордом дальности для квадрокоптеров. Настоятельно рекомендую приобрести эту систему, чтобы не думать в дальнейшем о связи с коптером. Курсовая камера Foxir Predator. На камере советую тоже не экономить. От нее напрямую зависит, что видят ваши глаза. Зачастую бюджетные камеры не видят мелких деталей, такие как провода, ветки, деревьев. А когда вы их увидите, уже поздно что-то делать, лишь смириться с неизмежным падением коптера. Антенна, GPS и компас фирмы Motec, как и полетник. Свои задачи выполняют без нареканий. Это оригинал, стоит недешево. А покупать с Алиэкспресс кота в мешке не хотелось. Читал на форумах, что есть проблемы у народа с модулями GPS, купленными на Алиэкспресс. Этой марки. Альтернатива дешевле может стать Radiolink TS-100 или модуль от AKG LRC M81. Эти модули стоят баксов на 15 меньше, Moteco. Работают не хуже. Видеопередатчик и Chain 1200. Бюджетный неплохой передатчик с максимальной мощностью 1 Вт. С хорошими антеннами. Не испытывает проблем передачи видео на дистанции до 10 км. Антенна iFly. Взял я ее из-за высоты ножки в 15 см. Высокое расположение передающей части ничем не затеняет видеосигнал при полете от себя и к себе. Приятно удивило качеством связи на средней дистанции до 5 км. При вертикальном положении квадрокоптера связь не теряется и нет намека на обрыв. Антенна не из ряда бюджетных, но есть и дороже сделанных на заказ. Кстати, об антеннах. Недавно в группах ВКонтакте гуляла тема от одного умельца антенного дела. Паривала антенны за цену золота, показывающие к видео, как круто он летает в районе огорода без обрыва связи. Так вот, к чему это я? Некоторые начинающие попались и приобрели, а сравнив их со стоковыми, что идут в комплекте с очками, удивились, что последние в разы лучше зашаманенных умельцем. Совет входящим в хобби. Покупайте антенны только у проверенных мастеров с отзывами. И не по видеокартинке полета, а с четкими графиками с приборов-анализаторов. Анализаторы антенны для таких высоких частот стоят не одну тысячу долларов, а стаббендер вряд ли его купит. Скажите, с какой целью берется плата? С целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. Итак, перейдем к настройке квадрокоптера на прошивке iNav. Как установить драйвера и связь полетного контроллера с компьютером я объяснять не буду. Советую вам посмотреть мой предыдущий ролик по настройке квадрокоптера на iNav, где есть наглядное пособие, как установить драйвера. Да и в общем, я более подробно объясняю, что за что отвечает в том ролике. С того времени мало что изменилось в iNav. Ссылку добавлю в описание. Настройка полетного контроллера начинается с прошивки последнего. Подключив полетник, переходим в раздел прошивки в конфигураторе iNav. В списке поддерживаемых контролеров ищем тот, что нам нужен. У меня стоит Motec 405 SE. Выбираем. Убираем последнюю прошивку версии. Не забываем включить ползунок Full Chip Erase. Также на этой странице указаны на введение изменения, внесенные разработчиками. Первое. Это загружаем прошивку онлайн. Второе. Жмем на прошивку полетного контроллера. Полетник должен перейти в режим загрузки. ДФУ. Если полетник не ушел в режим загрузки, подключите полетный контроллер с зажатой кнопкой на полетнике. Ждем некоторое время. Во время прошивки не отключаем полетник и дышим через раз, дабы не превратить наш контроллер в кирпич. После окончания процесса, стирания и прошивки, полетный контроллер определится как Компорт. Соединяем конфигуратор с полетником, нажав в правом верхнем углу кнопку Connect. Нам конфигуратор предложит выбрать тип модели из коптера самолета и машины. Выбрав квадрокоптер, конфигуратор накатит дефолтные настройки для квадрокоптера и перезагрузит полетный контроллер, сохранив настройки. Первое, что мы делаем, мы идем во вкладку миксов и выбираем пресет для квадрокоптеров. Загружаем пресет в полетник. Нажимаем снизу на кнопку Сохранить и перезагрузить. Дальше нам надо откалибровать акселерометр. Делается это во вкладке Калибровки. Нажав на кнопку Калибровки устанавливаем квадрокоптер на плоскости. После калибровки первой плоскости переворачиваем квадрокоптер вверх ногами. Нажимаем очередной раз кнопку Калибровки в конфигураторе. Проделываем это с остальными позициями. Вправо, вверх, влево, вниз. По окончании калибровки выскочит сообщение о завершении. Нажав ОК, закрываем сообщение. Не забываем нажать Сохранить и перезагрузить. Закончим с калибровкой. Идем во вкладку Пресетов конфигуратора. На этой вкладке есть выбор предустановок фильтров, пидов, рейтов и всякой остальной всячины рекомендуемых разработчиками ANAV, которые впоследствии мы будем подправлять. Далее заходим во вкладку, отвечающую управлению моторами. Выбираем протокол для нашего регулятора. Включаем выходы для регуляторов моторов. Кстати, надпись красная сверху нам и говорит о том, что выходы выключены. Так как у меня моторы с высокими оборотами, я понижаю немного холостые обороты до 7%. На стоковых 15 квадрокоптер уже взлетает. Контролируем, если указано верное количество полюсов. Если не уверены, то посчитайте количество магнитов. Или посмотрите в описании к мотору. 12P14M говорит нам, что в моторе 12 зубьев на статоре, а цифра 14 указывает на количество постоянных магнитов. Далее, отсоединив квадрокоптер от компьютера, установив антенну, подключаем аккумулятор. Без антенны включенный радиопередатчик может сгореть. Пропеллеров на квадрокоптере не должно быть, если не хотите рассказывать истории друзьям, как вы потеряли пальцы в секретной миссии по заданию партии. И не делайте так, как делаю это я. Это все для искусства ради и для наглядности. Проб может слететь с оси мотора, путешествуя по комнате. Коснувшись слегка рукой, и так понятно, в какую сторону идет вращение. И еще совет начинающим. Не гоняйте долго моторы в холостую. А вследствие спрашиваю по форуму, почему мотор греется. Это нормально. Моторы без нагрузки некуда девать свою энергию. Вот и отдают в тепло. Возвращаемся во вкладку моторов. Смотрим вращение первого мотора. Вращение идет в обратную сторону от нужной. Вращение второго мотора также обратное. Четвертый работает верно. Третий мотор вращения правильно. Далее идем в Белл Хели для настройки вращения моторов. Предварительно прервав соединение Айнава от квадрокоптера. Подключаемся к регуляторам через полетный контроллер. Нажав кнопку соединения. Считываем все данные установок с регуляторов. Отключаем все регуляторы, кликнув по иконкам. Должна остаться только тот номер регулятора, что нам нужен, то бишь первый. Меняем ползвуком вращение с нормального на реверсивное. Клацаем на иконку записи установок в регулятор и ждем подтверждения записи. Нам необходимо поменять вращение на втором моторе. Оставляем гореть только вторую иконку с цифрой 2. Меняем вращение данное на необходимое, то есть с реверса на нормальное. Прописываем установку в регулятор, нажав икону записи и установок. Вращение моторов возможно проверить также и в Белл Хели во вкладке моторы. Если вам нужно подробное про установки в Белл Хели, то я рассказывал в видео про настройку легкого квадрокоптера. Ссылка будет в описании. Выходим из Белл Хели, возвращаемся в АйНАФ. Идем во вкладку портов. Вкладка отвечает за соединение внешних периферий с полетным контроллером. На втором УАРТИ к полетнику подключим приемник управления в колонке Rx. Он включен по умолчанию. На пятом порту у нас висит приемник GPS. Выбираем из списка в колонке сенсоров. К шестому порту подключена телеметрия с регулятора моторов. На третьем УАРТИ подпаян видеопередатчик. Через него идет управление мощностью сигнала и выбор каналов. Далее идем во вкладку настроек. Выбираем скорость шины I2C. Эта шина, напомню, отвечает за связь компаса в модуле GPS с полетным контроллером. При увеличении скорости смотрим, чтобы не выскакивали ошибки в индикаторе. Если они выскакивают, понести обратно скорость. Разворачиваем наш компас на 270 градусов флип. Компас физически находится снизу платы модуля GPS. Еще и развернут. Для этого корректируем поправками. Дальше, не знаю почему, разрабы iNava коэффициент датчика тока по умолчанию для МОТЭКов били неправильно. Устанавливаем 179, как указано в мануале полетника. Это приблизительное значение, от чего отталкиваться. Коррекцию все равно нужно в дальнейшем производить, сравнивая показания с амперметром. Включаем GPS. Выбираем протокол UBLOX или UBLOX 7, если ваш модуль поддерживает. В выпадающем под меню Ground Assistant Type выбираем Европу, в зависимости, конечно, от вашего местоположения. Включаем также поддержку спутников Галилея. Включаем запись логов полетника на флешку. Контролируем, чтобы AirMod был включен. Выбираем нужную сетку и канал видеопередачи, а также мощность видеосигнала при армии квадрокоптера. В выпадающем меню включаем изменение мощности при армии. С этой вкладкой все. Нажимаем сохранить и перезагрузить полетник. После перезагрузки у нас должен загореться значок GPS. Не пугайтесь, если коптер не видит спутники. Он их увидит на улице, если вы подключите верно. Переходим во вкладку PIT-тюнинга. Больше могу сказать, коптер нормально летает и на стоковых значениях. Единственное, на высоком газе чувствуется избыток. Поднимаем процент затухания PIT-регулятора до 15 от уровня газа, установленных 1500. Я тестил эти установки на трех разных квадрокоптерах, с разными моторами и рамами. Начинающий пилот не заметит особой разницы. Для полного понимания работы PIT-регулятора и фильтров нужно записывать отдельный ровер и не один. Тема не сложная, но обширная. А пока ставьте, как у меня. Есть ли у вас схожие сборки? Переходим во вкладку рейтов. Рейты – это сугубо личное дело привычки. 750 – это градусы, насколько отклонится ваш квадрокоптер при полном отклонении стика за одну секунду. Начинающим советую ставить от 4 до 500 градусов. Квадрокоптер будет вяло поворачивать, но предсказуемо. Хотя через пару дней полетов, я думаю, вам надоест, и вы рейты поднимете. Далее увеличиваем угол наклона по осям в режиме стабилизации. Рейты МакХолл снижаем до 30 градусов в секунду. Они отвечают, насколько резко коптер будет поворачивать в режиме, в которых используется компас. То есть при возврате домой или полет по точкам. Все фильтры ставим, как у меня. Они подходят для большинства семерок с неубитым железом. Скрин и вкладок и дамп настроек я приложу в описании. В следующей вкладке изменяем только значение, с какого уровня газа начинает работать аэрмод. Так как у меня на этих моторах, на 5С аккумуляторах, квадрокоптер взлетает при малом проценте газа, то есть риск, что можно летать без режима аэрмод. Режим аэрмод помогает стабилизировать квадрокоптер в около нулевых значениях газа. То есть при спуске, убрав газ, наши моторы не останавливаются, и квадрокоптер будет стабилизироваться в пространстве, слушая послушно стики радиоаппаратуры, а не падать камнем вниз. И терм релакс ставим по оси ролл и пич. Все остальное можем оставить пока в стоке. Переходим во вкладку Advanced Tuning. Тут я увеличу максимальную скорость навигации. Скорость исчисляется в сантиметрах в секунду. Также увеличиваю угол крена в режиме навигации. Включаем удержание высоты под центру уровня газа для режима удержания высоты. То есть при 50% газа в режиме удержания высоты квадрокоптер будет лететь на одной высоте. В этом огне вбиваем значение, на какой высоте будет коптер возвращаться на точку старта. В режиме полета, возврат домой или при потере сигнала. В моем случае я убираю 90 метров. Устанавливаем вертикальную скорость посадки квадрокоптера. Стоковая очень 2 метра в секунду, очень мало, я увеличу до 3,5. Остальное на данный момент не трогаем в этой вкладке. Нажимаем сохранить и перезагрузить. Прежде чем перейти во вкладку аппаратуры, ее надо настроить и забиндить приемник. Все аппаратуры на базе прошивки OpenTX настраиваются одинаковым образом. Все названия и очередность меню совершенно идентичны. Отличия только в графическом интерфейсе и кнопок навигации. Нажав и удерживая на колесико навигации, мы попадаем в меню выбора модели. Выбираем Model Select. Еще раз нажав и удерживая колесико навигации, в меню создаем новую модель. Create Model. Апа предложит из пресета модели, которые нам не нужны. Нажимаем на кнопку RTN, то есть Escape, выход. Модель создана. Теперь осталось ее настроить. Выходим из этого меню в основной экран. Переходим в меню настройки модели. Удерживаем кнопку MDL. Здесь мы можем дать название модели, используя нажатие колесика для выбора позиций и символов, а вращая вправо-влево, перелистываем алфавит. Ниже в этом же меню ищем пункт настройки высокочастотных модулей. Internal RF – это встроенный модуль, если он присутствует в аппаратуре. В моем случае стоит мультипротокольный модуль. Включив его, у нас есть возможность выбрать разный протокол управления, но мне он не нужен в данном случае. Отключаем встроенный модуль, возвращаемся в меню, нажав кнопку RTN. Перелистываем вращение ролика до внешнего модуля External RF. Из предложенного выбора выбираем модуль Crossfire. Модуль должен включиться, об этом нам скажет горячий символ на модуле. Ну и для красоты можем привинтить картинку для нашей модели. Возвратимся снова в меню настройки модели, нажав на кнопку MDL. Доходим до страницы миксов – Mixes. Первые четыре канала не трогаем. Это управление стиками, положение модели в пространстве. Запоминаем только заглавные буквы в названии. По умолчанию стоит Aether. Доходим до пятого канала вращением колесика и нажатием выбираем. В подменю настройки канала выбираем Source. Нажатием колесика заставляем мигать и назначаем нужный переключатель на аппаратуре. Просто передергиваем его. Аппаратура сама поймет, что вписать. Выходим нажатием клавиши RTN. Зайдя на шестой канал нажатием колесика, проделаем снова эту операцию. Конечно же, назначив уже другой тумблер. Проделаем это до 11 канала. 12 канал не трогаем. Он используется для показания уровня приема радиосигнала. На данном этапе нам надо забиндить. Связать приемник Crossfire Nano к аппаратуре. Я, с вашего позволения, покажу на снятом приемнике. Для наглядности и отклеения разобрать по новой квадрокоптер. Для этого приемник надо загнать в режим бинда. Новый приемник по умолчанию при первом включении должен сам выйти в режим бинда. Но если нет, то с зажатой кнопкой на приемнике подаем питание на квадрокоптер. Так вот, подав питание с зажатой кнопкой, приемник уходит в режим бинда. О чем нам проморгает светодиод частым морганием. Длительным нажатием кнопки настройки системы аппаратуры мы попадаем в скрипты настроек модуля Crossfire. Заходим, нажав на колесико. Заходим в настройки XFMicroTX, внешнего модуля Crossfire, подсоединенного к аппаратуре. Проходим до строчки бинд. Нажимаем, приемник должен проморгать красной лампой. Аппаратура спросит, если мы хотим обновить прошивку приемника. Соглашаемся в нажатии на колесико и ждем. Это может занять некоторое время. Ничего не трогаем и терпеливо ждем. Все, приемник привязан, о чем нам прерывисто расскажет зеленый фонарь. И надпись в меню Binding OK. Далее выходим нажатием кнопкой RTN. И можем лицезреть настройки приемника в меню, которых ранее не было. XF Nano RX. Заходим в это подменю. Fall Safe Mode, выбираем CUT. Это нужно, чтобы приемник знал, что говорить квадрокоптеры при потере связи с землей. Доходим до 12 канала, который мы оставили пустым в миксах. И выбираем LQ. С помощью этого маневра мы будем видеть в очках, какого качества прием квадрокоптера от аппаратуры. Выходим в основной экран. Экспресс-настройка аппарат для первого запуска завершена. Возвращаемся в война во вкладку ресивера. Если помните, я говорил запомнить заглавные буквы раскладки стиков. По умолчанию стоит как AET. Если у вас была другая раскладка стиков, не AETR, то вписываем в эту строку заглавные буквы вашей раскладки. Канал уровня сигнала. Выбираем 12. Его мы ранее настроили в приемнике. Тип ресивера выбираем Serial. Протокол Crossfire. Больше на этой вкладке нам делать нечего. Сохраняем и перезагружаем. Переходим дальше во вкладку режимов Mod. Тут мы настраиваем режимы полетов для переключателей, ранее настроенных в аппаратуре радиоуправления. Выпадающее меню каналов отвечает за выбор канала. Синий интервал между ползунками отвечает за включение канала. Когда индикатор положения переключателя в аппаратуре находится в синей зоне. Канал активен. Переключатели и крутилки назначаем по своему вкусу и удобству использования. Процесс очень прост. Включаем режим. Выбираем канал с нужным переключателем. Ползунками подгоняем зону включения. ARM, что первый в списке, это режим активации квадрокоптера. ANGLE, это у нас режим стабилизации. Со стиками направления в нейтральном положении квадрокоптер сам возвращается в горизонт. Он у меня висит на шестом канале. В первом положении переключателя. Далее на этом же переключателе установлен режим удержания высоты в среднем положении. На следующем переключателе в среднем положении я назначаю режим удержания позиции. В крайнем положении режим квадрокоптера возврата домой. Пищалку поиска назначаю на крайнее положение крутилки. На ту же крутилку ввешаю переключение между разными экранами ОСД. Сохраняем. На этом все. Повторюсь, нет разницы как вы подберете для себя переключатели. Все дело привычки и удобства. Переходим во вкладку ОСД. Тут, как и по настройке режимов, все настраивается для удобства и под конкретную модель. К примеру, в квадрокоптерах под Betafly у меня стоит только напряжение батареи. Все остальное мне не нужно. По Dynav для квадрокоптеров под дальние полеты необходимо больше информации. Настраивается ОСД очень просто. Включаем показания слева в меню и перетаскиваем в нужное место на экране. Про все значения я рассказывать не буду и очередной раз предлагаю посмотреть мой предыдущий гайд по настройке iNav. Там я подробно останавливался на своем выборе и какие показания за что отвечают. А сегодня я просто скопирую из дампа установок расположение приборов, ранее сохраненных другого квадрокоптера. И заодно покажу, как сохранять настройки квадрокоптера. Открываем ранее сохраненный дамп в текстовом блокноте. Ищем раздел ОСД. Копируем все, что относится к ОСД. Вернувшись в VyNav, переходим во вкладку CLI. И вставляем все скопированное. Пишем в строке ввода на английском Safe. И нажимаем ввод на клавиатуру компьютера. Полетник сохранит все данные и перезагрузится с новыми данными расположения ОСД. Заходим снова во вкладку ОСД. И видим, что появились новые значения, к которым я привык. Если что-то не нравится, я могу включить или выключить показания. А также переместить в нужное место. В этом меню при выборе мы можем создать альтернативный экран ОСД. Если помните, при настройке режимов на канал крутилки аппаратура назначил выбор экранов. Вот для этого я это сделал. На втором экране у меня находятся показания значения PID регулятора полетного контроллера. А также температура микропроцессора и регулятора оборотов. После того, как вы закончили, обязательно обновите шрифты. Даже если шрифт вам по нраву, накатите сверху тот же. Чаще всего без обновления шрифтов ОСД отображаются с графическими глюками. После прошивки полетный контроллер сам сохранит шрифт и перезагрузится. После настройки коптера советую сохранить все настройки. Делается это двумя способами. Полного сохранения всех настроек и сохранения настроек только отличающих от стоковых значений. Полный вывод настроек и производится командой Dump. Вывод значения разнящихся от стоковых производится командой Diff. В первых строках можно увидеть под какой полетный контроллер настройки. Версия релиза iNav. Копируем это все и сохраняем как текстовый документ в блокноте. Также я в описании приложу настройки этого квадрокоптера. Если кому лень будет все это проделывать, можете просто скинуть. Но советую все-таки просто повторить даже по фотографиям, которые я также приложу в описании. На этом все дорогие друзья. А в следующем видео мы научимся летать в симуляторы и произведем первый взлет на квадрокоптере. Постараемся его не убить в первый же день. Желаю вам удачи и здоровья родным. До следующих встреч.